Всем лосося, друзья! И сегодня мы поговорим про топ-10 самых интересных фактов о тизерах во ФНАФ 4. Ну и давайте начнем по стандартику с самого простого. Ты знал, что аниматроники кошмарные имеют кровь на своих зубах? Ну, по крайней мере, это выглядит как кровь. И вот знаешь, что самое интересное? На сайте мы можем видеть огромную кучу восьмерок и семерок. Об этом, я думаю, все знают. Так вот, могут ли все аниматроники быть как-то виновны в укусе? Потому что кровь у них на зубах есть у всех. Я довольно долго обсуждал это в предыдущих видео, и лично я думаю, что они являются плодом воображения ребенка, что был укушен на укусе 87. Он испугался, поэтому он считает всех аниматроников виновными. Виновны в травме, которую он получил, поэтому все они имеют кровь на зубах. Ну и, конечно, когда вы осветляете картиночку, вы видите надпись «Кошмар» на заднем фоне. Это маленький плюс к моей теории о сне. Следующий факт, о котором знают, я думаю, все. Was it me фраза. То есть, был ли это я? Да, эта фраза вполне может иметь связь с тизером, который был к ФНАФ 3. Догадайся, кто? Типа, догадайся, кто? Это я? Или я? Или, может быть, во всем виноват я? Также, возможно, это отсылка к сообщению It's Me, которое мы встречаем во всех ФНАФ. Оу, возможно, что будет несколько тизеров с надписью «Был ли это я?» А вот в конце на тизере будет утверждение «Это я!» Ну или как-то так. Каждый аниматроник на тизере, кроме Чики, потому что мы не можем видеть вообще-то ее рук, имеют пять пальцев, что значит, что они могут быть использованы как костюмы. Так же, как и Спрингтрап. И это ведет нас к такой теории. Если я не прав, и на самом деле эти аниматроники реальные, а не кошмар, то они могли использоваться в то же время, когда использовались Спрингтрап и Голден Фредди. Вот только использовались они в Систринской пиццерии, о которой нам рассказывали во ФНАФ 3. Фредди, ну или кошмарный Фредди с первого тизера, имеет очень много совпадений с Фредди Крюгером. Лица на теле, шляпа, его когти, ну и так далее. Я говорил об этом много на своем канале, но мой знакомый написал самому Скотту, и Скотт ответил ему, что это не более чем совпадение. По крайней мере, он так сказал. Кошмарный Фредди имеет странные разрывы на его лице, а также на его шляпе. И причем, выглядит это не так, словно кто-то с острыми пальцами, как у него порвал их. Но если это сделал Фредди, то зачем? Тизеры с кошмарами очень похожи на подобные тизеры и картинки из ФНАФ 1 и ФНАФ 2. Однако я не понимаю, что это должно значить. А как вы думаете? Напишите в комментариях. Я говорил много об этом видео, но этот факт слишком интересен, чтобы о нем не упомянуть. Шляпа, которую мы могли видеть до выхода тизеров с кошмарами, не та же самая, которую держит кошмарный Фредди. Просто посмотрите на бока этой шляпы. Также, после долгих исследований вместе с командой Бобров, я выяснил, что эта шляпа подходит Фредди из ФНАФ 1. У них ровные бока и не сужающиеся основания, но шляпа, которую держит кошмарный Фредди принадлежит Олд Фредди. У них у обоих косые бока, узкое основание и они идеально входят, если вы их подставите друг к другу. Тизера Спринг Фредди кошмарно вышел 27 апреля. Через десяток дней после этого выходит тизер кошмарного Бонни. И через 10 дней выходит кошмарная Чика. Далее я предполагал, что возможно 10-9 является началом числа 1987. И таким макаром я предполагал, что следующий тизер выйдет через 8 дней после предыдущего. Но вчера выяснилось, что эта теория неверная. Что ж, ну не всем теориям сбываться, однако. Но предложили другой вариант, что если это действительно дата, но дата, когда будет происходить ФНАФ 4. Как думаете? Кстати о сайте. На сайте Скотта зашифровано много-много восьмерок и семерок. Это очевидно является отсылкой к укусу 1987 года. И скорее всего это значит, что сюжет ФНАФ 4 будет связан с укусом. Какой аниматроник совершил укус, кто был жертвой, что случилось с жертвой, как поживает убийца, ну и так далее. Это было бы очень клево, если бы Скотт рассказывал нам всю эту историю в каких-то кошмарах. Или может быть в мини-играх. Кстати говоря, это видео является переводом с моего английского канала. Зайди и посмотри. На этом все, дорогие друзья. Пока-пока-пока. Удачи.